Да, занимается поддержкой предпринимателей, в частности, небольших местных электроэнергетиков. Правда, и эта помощь, похоже, идёт не за счёт государства, а за счёт других местных потребителей. Подробности в нашем репортаже. Благими намерениями устлана дорога в ад. Именно так можно охарактеризовать помощь Минэкономике латвийским небольшим производителям зелёной электроэнергии. Добрые чиновники Евросоюза требуют от нашей страны использования определённого количества электроэнергии, созданной из возобновляемых источников. Для этого латвийское государство обязалось закупать такое электричество у местных производителей по утверждённым и довольно высоким ценам, которые часто в разы превосходят стоимость импортной энергии. Тут выходит, что наш тариф, например, клиенту может в 2,3 раза меньше, чем мы должны заплатить, например, ветряные мельницы. Это самая маленькая часть, но самая дорогая, но она как бы расплавляется на все потребители. Благодаря таким действиям государства с 1 апреля цена электроэнергии для многих крупных рыночных потребителей вырастет, что не вызывает радости у местных производителей. Всё-таки это, конечно, неприятно, потому что всё-таки это даст какой-то 5% на себестоимость, и наша прибыль, наверное, уменьшится. Комиссия по регулированию общественных услуг в данном конкретном случае повлиять на тарифы не может. Регулятор только проверяет правильность математики в расчётах, а мнение специалистов комиссии не учитывается. В данном случае не наше мнение было решающим, а решающим был это министерство, которое за это в ответе. Когда рассматривался этот вопрос с правительством, то есть это сколько за это платить, это определяет правительство, а не регулятор. В общем, ничего нового. Евросоюз приказал, правительство в лице Министерства экономики взяло под козырёк, Латвэнерго купит и раскидает на рыночных клиентов, которые оплатят весьма дорогую, но зелёную энергию. При этом мелкие и дорогие электростанции, почему-то считающиеся экологическими, получат реальную финансовую поддержку. Ещё один маленький и тонкий момент. На простых латвийских потребителях, домохозяйствах, нынешнем году такая поддержка напрямую не скажется. Домохозяйства, физические лица не будут в своём тарифе иметь никакие изменения. Ну а в следующем году тарифы на электричество могут быть пересмотрены. Угадайте, в какую сторону? Андрей Яковлев, Спартак Лукашевич, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. Организация, не согласная с запретом Рижской думы на проведение мероприятия 16 марта, всё-таки оспорили данное решение.